Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон и я продолжаю проходить Alien Isolation. Что ж, наша основная задача сейчас в рамках пятнадцатого задания это найти корабль скорую, потому что система защиты Apollo отключилась, вернее она перезагрузилась, и таким образом внешняя связь была отрублена. Выбираться-то нам как-то надо. Да, ядро реактора мы перезагрузили, гнездо чужих уничтожено, однако несколько особей все еще находятся на станции Севастополь, плюс ко всему к Севастополю причалил корабль Анасидора. Поэтому нам нужно на него попасть. А как это сделать? С помощью челнока скорой помощи, так сказать. Угу. Поскольку у нас теперь есть ионный резак, мы можем без проблем проходить где хотим. Конечно, обидно, что все еще есть здесь чужие. Очень это расстраивает, правда. То, что нам необходимо все еще необходимо ныкаться, прятаться, опасаться, красться. Эх, бесит меня это все. Не прикольно это. Вернее, прикольно было, но поначалу... Ммм. Я тут вижу, что один челнок уже вылетел. Его взял Марлоу. Понятненько. Найти скорую в госпитале. Челнок скорая. О ма гад. Ясненько, понятненько, но давайте будем двигаться. Честно говоря, не знаю, кого здесь ожидательно встретить. Чужих или андроидов, но... Пока не вижу никого. Но в любом случае лучше лишний раз не рисковать. Кто-то медленно, но двигается. Я бы предположил, что это андроид. Здесь пройти не вариант. Автомат здесь сломан. Засавиться не могу. Ну ладно. Собственно, друзья, мы идем и сейчас по местам былой нашей боевой славы, так сказать. В этих местах мы уже бывали. Господи, боже мой. От любого шороха уже на очку присаживаешься. Дверь закрыта. Сколько мне коктейлей Молотова? Два. Могу сделать взрывное устройство. Хорошо. Лишним не будет. У меня устроит такой расклад. Братоличек, а ты че? Ага. Подожди. Перезарядка. Не хочу. Я эти лекции задолбался слушать. Ага. А вот это уже... А вот это старый знакомец нам. Сука. Вспомнишь говно, вот и оно. Мразь. Ладно. Но зато теперь мы точно знаем, что он тут обитает. Здесь ни хрена нет полезного. Петуша. Блин, так не хочется отъехать сейчас. От этого говноря. Вот правда искренне не хочется. Но чувствую, что все к этому идет. Давайте дополним карту. Ну, мне просто по коридору. Да. И тут повернуть. Но если он будет на меня так постоянно кидаться, то... Шансов выжить немного. Потому что аптечки кончатся, огнесмесь кончатся и... Тю-тю. Можно цинк заказывать для Рипли. Вот она. Вот она, петушара. Надо мной. Это куда? Это в реанимацию. На кой мне в реанимацию? Хотя... Если чужой меня шугнет... Лишний раз, то... Реанимация может действительно понадобиться. Вот смотрите, 40 единиц огнесмеси тратится на один... Ну, так скажем, отпуг. Чужого. Если мы немножечко подключим арифметику. То мы поймем, что у меня еще осталось на два отпуга огнесмеси. Что там я дополнил? Карту я дополнил. Надеюсь, что пробраться сюда в отсек скорой помощи мне не нужно будет. Подключить питание. Искать всякие разные резаки, ключи, пароли. Нет, слава богу. Просто мы сюда пришли и все. Просто сюда пришли и все. Найти скорую. Это челнок. Здесь вроде бы как нет вентиляций. Из которых эта сука может появиться. И слава богу. Прямо здесь скорая. А нет. Херушки. Он просто в дверь пришел. Нет. Устройство. Уберите. Марл уже как-то вылазил. Блять. Найти модификацию ЗУ для УРД. Великолепно. То есть у нас недостаточен... Наш вот этот вот девайс. Устройство для взлома замков. Ой, боже мой. Марл уже как-то выбрался. Блять, если этот... Козел рядом сходит, сука. Ой, блин. Как бесит меня это говно. Че мне сделать? И сейф точек не было поблизости. Вернее, вот тут была в пункте охраны. Но я почему-то ей не воспользовался, дурак. А надо было бы. Потому что если сейчас меня гуфнут... Я откачусь хрен знает куда. Вот она. Спасибо, Марл, что ты ее просто так оставил здесь лежать. Прям вот респект. Конечно, респект. Взломать дверь и сесть в челнок. Сейчас сделаем. Все, огнесмесей нет. Огнесмесей нет. Зато есть у РД и желание свалить отсюда. Быстрее твою маму. Бля. Здесь сложнее. Ну быстрее, Аманда, твою маму. Кстати, маму. Координаты я уже ввел, так что просто жми. А как же ты? Как-нибудь... Как-нибудь решим вопрос. Все, запускаем челнок. За Рикарду мы еще вернемся. Обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok Аптечка, друзья мои. У меня осталось всего одна, и одну я сейчас использую. Можно даже еще одну создать. Давайте мы ее и сделаем. Жалко, что только три сенсора я могу с собой носить. Всего на все. Правда, блин, это так... Так глюпо. И тупо, что нельзя этот момент как-то улучшить, усовершенствовать. Рикарду, прокачайся. Слышу, но еле-еле. Ты от меня уже далеко. Скоро сигнал совсем пропадет. Сейв-точка. Мы такое любим. Я думаю, что Рикарду и его подручные уже запалили. Что к их кораблю кто-то пришвартовался. Какой-то челнок. Поэтому нам нужно включить систему Аносидора. Будем пробовать. Мне показалось, что это чужие. Мне очень показалось, что это, сука, чужие. Сука. Разработчики, вы твари. Вы просто ублюдки. Зачем вы сделали эти штуки такими похожими на чужих? Еще и подсветку врубили. Я чуть не дрестанул с подливой только что. Козлы. Реально очень страшно было сейчас. Как будто это чужие просто сидят, ждут. Спят. Не люблю такие приколы. Не люблю. Так, насколько я далеко ушел вообще? Как будто я пришел. Ну что, это как будто же правильно пришел. Удача наконец-то нам улыбнулась. Последние пару лет мы едва сводим концы с концами. А бедная Аносидора уже сама напоминает погибшие корабли, которые мы ищем и обираем. И тут мы нашли самописец. На нем стоит имя Настрома. То есть это собственность Вейланд-Юттани. А это значит, будет награда. Но Марлоу предложил не спешить и попробовать найти сам Настрома. Мы рассчитали траекторию выброса самописца. Поймали сигнал бедствия. И вот, летим туда. Я чувствую, нам повезет. Он всегда говорил, с ним я не пропаду. Хитрожопый какой Марлоу. Говорит, давайте сами найдем Настрома. Мало ли что там. Вдруг там какой-нибудь неожиданный для нас хабар организуется. Нужен пароль. Нужен ориентир. LM-Link. Получит сигнал Марлоу. Хейст говорит, что только что засек какой-то сигнал. Я уже поручил Юису его расшифровать. Возможно, это Настрома. Хочешь взглянуть? А чё техника? Марлоу, мне только что пришлось ремонтировать субсветовые двигатели. Это давно нужно было сделать. Старая корыта на так громко жалуется. Удивительно, что во время прошлого прыжка от него ничего не отвалилось. Пока всё ещё держится. Но скоро его нужно будет перебрать по частям. И не только основные компоненты. Если будем давать ему такую нагрузку, то в конце концов станем единственной командой охотников за трофеями, который путешествует по космосу автостопом. Ремонт обойдётся не ёшево, так что надеюсь, что ты был прав насчёт того маяка. Возможно, это наш последний шанс как следует заработать. Но неважно. Кстати, мне ещё пришлось поменять код от двери. Новый 4510. Льюис. Ошибка. Отходим к Севастополю. Мы у Севастополя. Марлоу и Фостер проснулись первыми. Выглядит она ужасно. Сейчас мы должны лететь на станцию на Челноке. Вот только мы с Миксом... Короче, это же нарушение карантина, так? Это его корабль и его жена... Короче, мы малость повздорили и он разбил Миксу нос. Не знаю я, может, конечно, тамошние доктора и дадут ей зелёный свет. И всё будет путём. Но если это дело засекут сразу после высадки, мне проблемы не нужны. Я для такого не нанимался. Хм. Повреждённая папка. Опача. Хорошо, кака-сука. Как же хорошо, однако. Вижу нечто зелёное. Иду к нему. Иду к нему. Угу. 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 Я думаю, что сейчас дверь откроется. Ну или как минимум нам появится вот эта вот консоль. С помощью которой мы сможем подсоединиться к системам. Ага. Угу. Давненько не было таких головоломок. Черт. Есть. Угу. О, в натуре дверь открылась. Рикардо, если ты слышишь, я включила основные системы корабля. Двери должны быть открыты. Надеюсь, и свет будет. Марлоу нигде нет. Да хрен с ним с Марлоу. Главное, чтоб чужих не было. Привет, Рикардо. Добро пожаловать на борт. Марлоу? Где ты, Марлоу? Спасибо, что включила питание. Теперь не придется делать это самому. Я отключил корабль ненадолго. Надо было тут кое-что сделать. Найти Марлоу. Но... Марлоу все-таки он такой. Больше прагматик. То есть... Понятное дело, что мудак редкостный. Но... С ним хотя бы можно договориться. Поэтому мне видится то, что... Как бы все... Все складывается вполне для нас правильно. Так. Есть ли смысл туда идти? Потому что что-то мне подсказывает, что смысла особого нет. И нужно было нам как-то выходить отсюда. Так. Нет, здесь я был как раз-таки. Угу. Нет, значит я все-таки вышел правильно. Все-таки... Все-таки я вышел правильно. Ну да ладно. Стоило перепроверить. Так, это у нас дверочка. Ведет не туда. Так. Или нет. Как раз-таки вот она ведет очень даже туда. Куда нам надо. Ух, друзья мои. Но я надеюсь, что на... На Сидоре-то нету чужих. И в принципе можно ходить в полный рост. Как по высокой траве в песне Любе. Потому что если еще и здесь на карачках надо будет ползать, то я вообще охерею. В команду ко мне не желаешь? Антон, вакансий много. Ридли. Марлоу обманул меня. А, Тейлор. Идиотки кусок. Чтобы я сообщила компанию... Блядь. Приходи ко мне, Ридли. У меня есть твоя штука. Сучара. Сучара. Все-таки чужие есть и здесь в том числе. Не просто так мне подкинули. Огнесмесь. Эх, а я думал, хоть тут можно будет расслабить булки. Так. Неведомое существо, прицепившееся к Фостер, умерло. Я нашла останки у ее постели. Оно лежало, свернувшись в комок, как паук. Фостер сказала, чувствует себя нормально, однако я настрял на том, чтобы погрузить ее в анабиоз. Эта тварь что-то с ней сделала, но может мне удастся замедлить процесс. Ближайший к нам станции Севастополь, туда я ее и доставлю. Нужно как-то решить вопрос с карантином, но думаю, ради бортового самописца на Строма они нас впустят. Придется пойти на крайние меры. Ошибка. Запрос с Анасидора. Анасидора? Говорит Уэйтс, начальник службы безопасности Севастополя. Официально я не могу разрешить вам причалить. Севастополь сейчас выводят из эксплуатации. По требованиям безопасности я не могу принимать корабли сверх графика. Но поскольку вы везете ценную находку, я готов допустить челнок с несколькими членами вашего экипажа. Напоминаю, что в этом случае по закону станции причитается процент от награды. Ну вот тебя, собственно, нагородили андроиды, которые взбесились. Молодец, Уэйтс. Плюс половину станции выкосил Сан и Чужой. Молодец. Что сказать, молодец. Продуман, одним словом. Угу. О, свет включился. Хорошо. Тихо. Я пытался спасти Фостера. Привез ее на Севастополь. Нарушил все возможные правила. Повел себя как дурак. Дурак. Эту тварь нельзя победить, Рипли. Никак. Лучше с ней просто не встречаться. Надо уничтожить все следы. Как будто ничего не было. Не дать этой заразе распространиться. Не позволить ей добраться до человечества. Потому что иначе погибнут вообще все. Вейланд Ютони не узнает, что здесь произошло. Никто не узнает. Ну, я думаю, что все-таки эту гниду победить можно. Я думаю, что если загнать ей здоровенную арматурину в рожу, она все-таки погибнет. Надо просто эту арматурину до ее рожи доставить. Убить чужого можно. Или сжечь, например. Убить чужого можно. Сейф-точка это то, что я люблю. Это то, что дает мне уверенности и сил. Так, перезаписать. Конечно же. Так, нас там не ждут. А вот здесь очень даже вероятно. Использовать терминал. Для начала забираем хлам. Использовать терминал. Хорошо. Я думал, сейчас будет как эта мини-игра. Добавлено личное сообщение. Это для моей дочки. Здравствуй, Аманда. Записываю это для тебя, моя девочка. Моя девочка. Надеюсь, однажды ты услышишь. У нас... У нас возникли проблемы. Корабль... Произошла... Нелепая случайность. И... К нам... На борт... Проникло... Очень опасное инопланетное существо. Чтобы от него избавиться... Нам пришлось уничтожить корабль. Я жива. Сижу в спасательной капсуле... Очень далеко от дома. Мы взорвали нас, Трома. Потому что... Нельзя было позволить этому существу... Добраться до Земли. Я должна была защитить тебя. Ничего. За меня не волнуйся. Скоро я к тебе вернусь. Я очень тебя люблю. О, господи. Видимо, этот самописец... И нашла команда Марлоу. То есть, Эллен Рипли все еще жива. О, Тейлор! Теперь ты понимаешь. Что, очкастый, мы тебя так долго лечили. Я, сука, так долго ползал. О, госпиталь в Сан-Кристобаль. Я перегружу термоядерный реактор. Он превратится в атомную бомбу. Ты уничтожишь свой корабль и всю станцию. А также все следы этой инопланетной твари. Другого выхода нет Рипли. Нельзя позволить ей выжить. И гребаные корпораты уж точно ее не получат. Не то они начнут все сначала. Быстро же ты стал альтруистом таким. Послушайте! А давайте без этого! Нет, Марлоу, не надо! Надо что-то предпринять. Марлоу, подожди! Ты слышала свою мать? Она все понимала. Она бы мне помогла. Думаешь, она бы хотела, чтобы человечки из корпорации поставили эту тварь себе на службу? Ее вообще можно приручить эту тварь? В танце еще есть живые люди! Марлоу! Фостер среди них нет. Она погибла. Я убил свою любимую женщину. Господи, слишком поздно. Он запустил процесс. Все пропало. Тейлон, я могу остановить процесс. Только помогите. Идите вон к той консоли. Предупреждение. Перегрузка реактора. Мы должны открыть системы реактора. Что? Надо включить резервный генератор. Там должны быть три буквы. A, U, X. Ни слова имея. Ауф. Так, вы мне предлагаете это сделать самостоятельно сейчас? Секунда. Что от меня требуется? А! Я вас понял. И он вас понял. Хорошо. Вы молодец. Теперь переключите управление на ручной режим. Нашли? Я не вижу, где это. Есть, Тейлор. Говорю вам. Да, он. Ядрит там бушуянит. Сейчас, 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 быстро. Быстро. Работаем, девочки. Работаем. Все. Давай, давай. Быстрее, мандочка моя. Хорошая, быстрее. Молодец. Перегрузка термоядерного реактора остановлена. Дорогая, ты бы хоть волыну забрала у Марлоу. А то он сейчас очнется и тебе пулю в пузо пустит. Погодите, что-то происходит. Я не понимаю. Предупреждение. Критическая ошибка. Каскадный отказ всех подсистем. Нет. Марс, он закоротил все системы корабля на реакторе. Сейчас рванет. Предупреждение. Предупреждение. Беги, Кулема. Ёпта. Минус Тейлор. Задача спастись. Хорошая задачка. Я такие люблю. Обожаю. Ё-моё. Так, из-за чего у меня огнемет в руках? Хорошо. Маза фака. Слушай, ну, Анна Тейлорик обздец. Заявляю ответственно. Держись, Аманда, держись. А где пол теперь? Где низ? Где верх? Ну, судя по всему, мы на полу сейчас. Блин, мы столько лечили эту гребаную дуру. Я имею в виду Тейлор. Столько реально я нерву потратить. Столько ползал по этому госпиту в Санкт-Петербурге. Чтоб в итоге эта дура просто откинулась. Возле реактора корабля Анасидора. Блин, знал бы, что так будет. Не лечил бы ее. Рикардо. Рикардо. Рипли, из-за взрыва у нас полетели орбитальные стабилизаторы. Мы скоро рухнем. Я пытаюсь вызвать Торренс, но связи по-прежнему нет. Шлюз госпиталя выведен из строя. Вся надежда только на Торренс. Что ж, наша задача связаться с Торренсом. И, конечно же, мы с этим справимся. Потому что, ну, честно говоря, жить хочется. Если единственный способ это свалить на Торренсе, то я за. У вас с правого борта взорвался корабль. Орбитальные стабилизаторы с этой стороны просто снесло. Нам не могут отвечать? Что у вас происходит? Мы можем забрать выживших? Я держу канал открытым, отбой. Фух. Ну да. Ну да. Я так понимаю, это единственный проход наш сейчас. С помощью ОРД подключаемся. Тихо. Так. 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 Угу. Есть. Хорошечно. Блин, жалко на самом деле и Марлоу, и Тейлор. Очень, конечно, и были мудаками, но все равно жалко. Так, друзья мои, не стоит забывать, что все еще, все еще существуют чужие. Они не мертвы, несмотря на то, что мы зонатно так прожарили их гнездо возле реактора станции Севастополь. Они все еще живы. Несколько особей действительно на станции существуют, поэтому бегать, наверное, нам не с руки сейчас. Вот. Так. Будем аккуратнее поползать на карачках. Ну и, разумеется, держать на готове огнемет. Конечно же. Добро пожаловать в Сигсон Телеком. Пожалуйста, зарегистрируйтесь. Пожалуйста, зарегистрируйтесь. Я тут вижу карту. Ага. Кстати, а куда мне надо-то? Куда мне нужно двигаться-то? Найти Рикардо. Найти Рикардо. Я бы предположил, что нам вот туда. Фойе башни Техно Лоренс. Так. Вернее, Техно башни Лоренс. Так. Ммм. Лестница в центр связи. Ну, давайте попробуем вот сюда, в фойе, сгонять. Посмотрим. Угу. Так, что у нас тут еще есть? Хорошего, полезного, важного, нужного, интересного. По большому счету, ничего нас здесь не ждет. Хотя я бы, конечно, за ресурсами бы сползал. Я бы поискал здесь какие-нибудь ништяки. Потому что поиздержался я после последних событий. Соответственно. Но мне бы хотелось какие-нибудь плюшки получить. Тем более, что сейчас действительно я могу вот сюда, например, в зону Six and Security сходить. Поскольку у меня есть ионный резак. Это максимальный уровень нашего инструмента. И мы вот можем сейчас сюда проникать. Хотя мне даже ничего здесь прорезать не понадобилось. Зато есть всякие разные контейнерчики. Во! Кайф! Хорошо. Так, это мы куда? Ну давайте сюда сходим. Что за мерзительные звуки? Как будто кто-то... ползает. Не дай боже, здесь будут мелкие твари. Мелкие личинки вот эти чужих. Опарыши тупо. Потому что это ж вообще ублюдство. Эта тварь законченная. Так. По большому счету, конечно, я зря сюда пришел. Это не имеет никакого значения. Ну вот хлам можно взять, да? Ну хотя бы вот сюда я сейчас зайду в терминал. Плюс возьму клей. Кстати, а что у меня по созданию всяких предметов? Самодельное взрывное устройство. Могу создать аптечку. Могу создать. Два коктейля молотого у меня есть. Звуковой генератор. Знаете, я бы СВУ-шку сделал. Пусть будет. Вот пусть будет. Аптечку. Не могу создать теперь. Жаль. Так, зато можем ломануть вот эту штуку. Аптечку. Еще ни разу я терминал не взламывал с помощью ОРД. Значит, здесь что-то ценное есть. Так, предупреждение. Синклер. Сообщение о том, что ты с твоими людьми грабишь и убиваешь местных подтвердились. Когда-нибудь я убью эту тварь, но черт поверь, надеюсь, что раньше она доберется до тебя. Уэйтс. Перемирие Синклер. Я знаю, мы не ладили с тех самых пор, как ты с командой Сиксен прибыл на Севастополь, но сейчас сложилась очень серьезная ситуация. Нам нужно объединить усилия. В обмен на твое безоговорочное содействие я готов свернуть расследование твоих незаконных финансовых операций на черном рынке. И снять все обвинения с офиса службы безопасности в технобашне, где засели твои громилы. Давай забудем обо всем этом. Начальник службы безопасности Уэйтс. Остальное все не работает. Камеры. Открыть камеры. Но они и так уже открыты. По большому счету. Открывать уже и нечего. Так, народ, ну что? Зачем я взял шокер? Мне нужно ходить с огнеметом. Мне нужен огнемет. За мной камера палит. Жесточайшим образом. Так, вот эта дверь, кстати. За нее убегали наши товарищи. Могу я туда проникнуть? Что-нибудь взломать не могу. Ладно. Конечно, я тупанул. Надо было, надо было нам на другой этаж просто. На другой этаж. Выбраться и все. Ух ты, блядь. Мазафакер пришел. Пес сутулый. Давай в центр связи. Ну, то, что я там встретил чужого, конечно. Это даже и хорошо. То есть... Я все еще помню, что эта сука жива. Что эта сука не дремлет. Ах, так. Как бы нам пробраться к Рикардо? К нашему дорогому Рикардо. Эта дверь у нас куда ведет? Некое помещение. Что за помещение? Здесь я уже, видимо, бывал. Судя по открытому ящику. Так. Рикардо у нас вот здесь находится, да? На вот этом этаже. То есть, соответственно, что? Соответственно, у меня вот лестница в центр связи. Да, наверное, вот надо бы туда нам двигаться. Ну, давайте будем двигаться. О, кстати. Чел лежит с топливом для огнемета, между прочим. У нас проблемы. Тут пришли парни из Сиксоновской службы безопасности с пушками. Я спрятался под стол. О, я вижу. Дорренс. Они слышали сообщения. Хотят связаться с капитаном, а потом наверняка угнать корабль. А смогут? Ну, внешней связи-то нет. Просто держись от них подальше. Это люди опасные, отчаянные. Ну, спасибо тебе, что ты меня предупредил, родной. Ой, был бы тут где-нибудь момент для сейва. Это было бы очень хорошо. Потому как я чувствую, что... Боестолкновения не избежать. Ребята, эти жесткие. Мы можем это понять по их внешнему виду. Я чуть-чуть прижалился. Да, да, да. Ты совершенно прав. Просто станция скрипит. Я немножко подпалил от себя. Личика. Я не знаю, где мне здесь миновать, эту опасность. Вот здесь челу стоит. Блеха-муха, ребятки. Где же вы раньше были? Служба безопасности, твою мать. Когда меня черным удохал по всем отсекам. У, сука. Вот, знаете, прям жопа моя опыт на меня не подвела. Надо было делать. Взрывное устройство. Вот, прям надо было делать. Так вот. Вопрос, как он сейчас пойдет? Он пойдет прямо? Зайдет в дверь? Или... Или будет возвращаться? Нет, он пошел прямо. Спасибо тебе, родной. Ух ты, ёпта. Дядя, ты меня запалишь? Эх, покурить бы сейчас. Кто-нибудь это слышал? Показалось. Тебе показалось. Орбитальный стабилизатор и функционер. Ядрить, твою мать. Я, знаете, вот на таком очке во время стелса не был, наверное, со времен, может быть, игры в метро. Ласт Лайт и Эксодус. Так, мне че? Ну, мне... Мне прямо. Чем меньше я буду попадаться на глаза этим чувачелам, тем лучше для нас. О, сучка. Конечно, очень бы у меня добавило уверенность наличие где-нибудь сейф-точки. Япона, мама, там еще и чужой где-то бегает. Я надеюсь, я иду правильно. Обидно, друзья мои, знаете что? Что нет стелса. Ну, вернее, не совсем. Я просто нервничаю, народ. Что нет захвата в ближнем бою. Убийств в стелсе. Стелс как таковой-то присутствует. Просто в такой весьма кастрированной форме. Как, знаете, в Крайзисе, типа. Вроде можно ныкаться, вроде можно проходить по-тихому, но... Ну, это так все через жопу сделано. Так, хорошо. Красота-то какая. Все, сохраняемся. Так, это болгар... А, это замок. Это, видимо, я снял замок уже когда-то. Уже когда-то я тут снял замочек. Блин, темно как в жопе у чужого. Так. Ну, вроде иду правильно. Насколько могу понять. Так, огнемет у меня на троечку. Револьвер на единичку. Хорошо. Чтобы не через селектор выбирать каждый раз, а? А, это оружие можно... А, подожди, нет, подожди. Здесь сейчас нам что-то-нибудь выйдет. О! Это что такое выехало нам? Аккумулятор. Нафиг нам аккумулятора. Неинтересно. О! Итак. Сектор Пис на барабане. А внутри... Автомобиль! Нет. Там просто были аккумуляторы и сенсор. Ну, насколько могу понять, мне сюда... Рипли. Ты цел? О, господи, вот он. Марло все еще авторизован на этом компьютере. Если бы у нас были координаты Торренса, мы бы направили спутниковые тарелки вручную, обошли бы Аполло. У пульта управления спутниками есть обсерватория? Да. Так ты можешь вычислить координаты Торренса. Я открою тебе дверь. Было бы здорово, если бы ты мне всегда эти двери открывал. Родной. Вот закрытая дверь, я говорю... Рикардо, Милус, открой дверь. И ты такой, об очки, и открыл. Это было бы прекрасно. Армитальные стабилизаторы функционируют на... Соро... Почему вот эти вот двери я не могу открывать? Пропилить ионным резаком вот эту вот часть. И открыть просто, и все. Так, наша задача пройти в обсерваторию. И определить координаты корабля Торренса. Собственно, это тот корабль, напоминаю, с которого мы прибыли. Просто это было уже так давно, что... Как бы, многие могли подзабыть. Слушайте, а на кой нам лифт? Если так задуматься. Ведь тут есть шикарнейшая вентиляция. Но вентиляция ведет не туда. Куда нам надо, поэтому мы все-таки в лифте. Мы все-таки через лифт. Так, центр связи. Центр связи. Ну, давай попробуем. О, еще карта, еще и сейф-точка. О, господи, какая прекрасная штука. Так, и... Какую-то часть карты я однозначно дополнил. Это хорошо. Сохраняемся. Лишним не бывает. Так, ну живых я вроде тут не вижу. А, нет, вот уже и вижу. Там вентиляция, видимо, шуровала. Блин, темно. Да, дружище, расслабляться не стоит. Так, ну, видимо, нам надо будет сейчас пройти через центральную часть вот этого помещения, вот этого зала. Тут же, по-моему, эти были андроиды. Я же здесь уже бывал. Вот. Обсерватория, чамбер. Хорошо. Хорошо. Туда мне и надо. Туда мы держим путь. О, тут как раз он и резачок пригодится нам. Хорошо. Почисываю стрелки. Хорошо. Стрелочек. Красота, красота. Единственное, что вот, знаете, еще батареек не хватает. Для фонаря. Вот это действительно досада. Но ничего, найдем еще. Мы это еще найдем. О, товарищ представился. Ну-ка. Ты кто? Быстро назвал звание, возраст, имя, место рождения. Представился быстро. Тут нет ни хрена. А значит что? А значит лестница наш единственный вариант. Найти торрент в системе слежения. Включить видеонаблюдение. А, я понял. О. Ух, шить и мини-игры. Начать сканирование космоса. Выравнивание. А, выравнивание пристыковки. Есть. Хорошо. Хорошо. нет конечно виды впечатляют я не перестаю поражаться красоте вот правда местных видов это это очень круто так есть у нас еще какие-нибудь здесь активности так сканирование космоса сейчас делаем рекорда я их нашла теперь надо вручную направить тарелки на торрент ясно иду наружу да ну нахрен вести корня от вас подождите то есть например в открытый космос нужно будет выйти что вести координаты торрент са или мне показалось иду наружу или она имеет ввиду просто выйти из обсерватории 1 ну ладно так у ее 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 это прям вообще надеюсь здесь будет какой-нибудь выход это будет здорово это будет шикарно это ты красавчик рекорд вот прям у сука ты хорош ты прям очень хорош мега хорош что конечно анимации всего этого весьма ублюдски не обращайте внимание давайте мы не будем туда смотреть куда не будем смотреть я не знаю куда мне смотреть так чтобы глаза не болели отлично тут у нас уже заготовлены скафандры штатная со станции севастополь поэтому мы что делаем во во-первых сохраняемся конечно во-вторых получаем комплект обмундирование идем выполнять задачу я кстати не могу использовать оружие только сейчас это заметил даже селектор не работает ой какая красота господи ты боже мой это восхитительно друзья мои это очень круто правда космос конечно завораживающая тема особенно такой красивый причем знаете сочетание красоты опасности довольно малых расстояний при этом безграничного пространства это но это впечатляет правда картинка сочин несмотря на то что игре 10 лет практически какой-то мусор космический летает дичь мэймэймэймэнс Ядрить. Чья-то кровяшка, по-моему. Или мне показалось. Не суть важна. Вводи координаты в компьютер. Угу. До компьютера еще добраться надо. Ну теперь понятно, почему такое нехеровое расстояние здесь было. Нам действительно нужно... Притом, подождите-ка секундочку, я уже компьютер перешел. Компьютер был здесь. Либо он внизу находится. А, нет, подождите. Действительно здесь надо вводить, я подумал, что это какая-то лебедка. Серво-замок закрыт. Положение антенны зафиксировано. Черт. Ничего, Рипли. После передатчиков есть панель управления. Убрать замок с параболической антенны. Как нам это сделать? А вот теперь как раз-таки нужно надвигать вот туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перезагрузка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну давай подадим энергию к зажиму. Честно говоря, народ, меня это просто так впечатляет. Я даже иногда замолкаю. Не знаю, что сказать. Потому что это правда, это впечатляюще. Ну и впечатляюще по масштабу, впечатляюще по эпичности. Правда, это вот... Ну круто, что говорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С впечатлением, по крайней мере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне показалось, что ко мне кто-то подкрался. Ужс. Ужс. Так, что нам теперь нужно сделать? Ну, а теперь нам нужно вернуться обратно. Хорошо. Летящей походкой, буквально-таки, в стиле Антонова. Летим на место, где мы уже были. Где нужно было вести координаты торрентса. Так. Так, выбор координат. Видите, координат 35. 35. Угу. Сейчас сделаем. 75. Понял вас. Сейчас сделаем. 75, 650, 60. Тут уже он 70 маячит. Аккуратненько. Максимально точно. Вот так. Мазафака. Аккуратненько. Мазафака. Торренс, Торренс, это Рипли, я на станции Вы слышите меня, Верлен? Рипли, Рипли, что там у вас происходит? Все очень плохо Тут инопланетный организм, он смертельно опасен Нужна срочная эвакуация Что, что? Нет времени, я не снять Я прошу вас Нам некуда причалить, Рипли Станция уходит с гравитационного якоря Я видела буксирную платформу под космопортом Но гроз на Торренсе на такой не рассчитан Вы верните зажимы буксирной платформы в сторону станции Сейчас, подходите Нам нужно пристыковать Торренс Ух ты Так А как же нам это сделать? Ну что, нам надо назад возвращаться Да, елки-палки Добраться до жилой зоны Ох, и здесь нет никакого фаст-тревела То есть нам реально нужно возвращаться просто обратно Непосредственно с моим ходом Даже никакой склейки не будет А это, между прочим, не херовое расстояние такое Поэтому, друзья мои, знаете, у меня какая мысль появилась? У меня мысль появилась закончить сегодня Эту серию И, собственно говоря, за кадром я сейчас доберусь Действительно до жилой зоны Не буду вам показывать это путешествие Я уверен, оно не будет интересным ни на капельку Но, тем не менее, задача-то нам нужно выполнить Правильно? Места для ввода координат корабля Для управления тарелками Но суть не в этом Действительно, нам, видимо, нужно будет сейчас возвращаться Вот так вот Вот так вот Плюс еще и вернуться к Рикарду нам нужно будет Благо это, ну, чуть быстрее Конечно, вот это расстояние нехерово растянутое Нам нужно преодолевать пешком максимально медленно Это раздражает Короче, народ Огромнейшее вам спасибо за просмотр Спасибо, что остаетесь со мной Спасибо, что ставите лайки Спасибо, что комментируете Спасибо, что вы все еще подписаны на канал Спасибо за то, что подписываетесь на Бусти Там видео выходят раньше, напоминаю вам Плюс у вас есть доступ к закрытому телеграм-каналу Плюс также там проходят акции регулярные на подписки У вас есть возможность оформить подписку бесплатно Либо же со скидкой Короче, друзья мои Удачи вам Всего вам самого наилучшего Остерегайтесь чужих Во всех смыслах этого слова Всегда держите револьвер заряженным Огнемет с полным баллоном огнесмеси Чтобы у вас всегда были аптечки И, друзья мои Всего вам самого наилучшего Берегите себя Редактор субтитров А.Семкин